Здравствуйте! В эфире Финтаймс и Карбарен в студии Нигя Рахманова. Новый мир, новые возможности – это основные темы Петербургского международного экономического форума. В этом году масштабное мероприятие проводится уже в 25-й раз. Оно проходит с соблюдением масочного режима. На полях форума власти Петербурга планируют подписать более 40 инвестиционных соглашений. Главными треками региональной деловой программы является поддержка предпринимательства в условиях внешних вызовов, трансфер технологий, производство инвестиционных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризма как фактор влияния на имя. Чем более подробно мы поговорим с Андреем Леонидовичем Костином с главой ВТБ, он сейчас с нами на связи. Здравствуйте! Здравствуйте, я! Господин Костин, первый вопрос такой. Экономический форум в Петербурге в 2022 году в основном посвящен теме трансформации российской экономики, то есть деглобализации. Поэтому начну с более общего вопроса. Какие изменения ждут банковский сектор России в новых условиях экономики? Изменения, я думаю, очень существенные, потому что эти санкции, которые были применены в отношении российского банковского сектора, уже охватывают почти три четверти активов банковской системы. И в этих условиях мы, конечно, ненужны перестраиваться. Главное суть состоит в том, что на протяжении 30 лет развития рыночных отношений, рыночной экономики в России, мы как бы тропорировались в первую финансовую систему, в которой свои правила игры уже были установлены. Установлены были, конечно, западными странами, предыдущие Семенными Штатами. Но, к сожалению, Семенными Штатами, видимые и другие страны, стали использовать финансовую систему в политических целях, геополитических целях. И в этих условиях, для того, чтобы дальше функционировать наш экономик, нужно искать новые возможности, прежде всего, наверное, и в значительной степени касается банковского сектора. Речь прежде всего идет о создании альтернативных расчетов по внешней торговле, перехода на национальные валюты, о развитии внутренних рынков, капитала, кругового рынка. В целом, процесс деволитизации, который уже достаточно давно идет в нашей стране, но сейчас, конечно, санкции придадут ему совершенно новый индекс. Поэтому мы сегодня во многом должны посмотреть на существующие вопросы и двигаться дальше. После введения санкций как раз возникла такая острая проблема, как перевод финансовых средств. Во-первых, как отразилось на ВТБ банке отключение от международной системы SWIFT? И во-вторых, отразилось ли вообще, учитывая то, что есть альтернативные способы перевода денег? Ну, конечно, отразилось. Надо сказать, что SWIFT для нас уже не так был важен, потому что уже 24 февраля у нас были введены санкции СДН, которые запрещают расчеты в долларах, затем после европейские санкции, которые запрещают нам расчеты в евро. Но мы достаточно давно занимались развитием собственных систем. Внутри России была создана вся инфраструктура для работы и внутреннего рынка, и внутренних отсчетов. Поэтому российские клиенты даже не почувствовали изменения в части внутренней жизни. Все работает, банкоматы работают, банки работают. Онлайн-решения тоже имеются все, поэтому здесь более комфортно. Что касается внешних расчетов, у нас есть система передачи финансовых сообщений, в основе которой лежит возможность осуществления платежей без системы SWIFT. И вот на этой базе, мы считаем, вполне возможно проведение и осуществляются расчеты с таких стран, как Азербайджан, и с дружественными нам странами. Ну а сам банк, в том числе и почерние предприятия, свои банки в целом ряде стран, поэтому мы можем проводить расчеты внутри нашей собственной банковской системы. Да, в рублях и, соответственно, в валюте наших партнеров дружественных. Господин Костин, как известно, у нас в Азербайджане также действует филиал ВТБ банка. Интересно узнать, повлияют ли санкции на действия нашего филиала и на его финансовые показатели? Ну, конечно, повлияет. Я хотел бы отметить очень благосклонное отношение и поддержку, которую мы встретили со стороны руководства Азербайджана, личного президента и правительства, и других государственных органов. Мы действуем строго, тем не менее, в рамках санкционного режима, чтобы не доставлять проблемы для азербайджанского финансового банка, для других банкиров. Поэтому мы, конечно, прекратили наши дни в иностранной валюте, в долларах, в евро. Я осуществляю, повлиять исключительно в национальных валютах. Но банк чувствует себя хорошо. У нас банк сирот хорошо. Первый личный отток средств, как люди, клиенты изымались нашего банка, подвернутся, и мы сегодня предпочтены достаточно. Достаточно, конечно, за первый квартал только в пущего года объем нашего банка в Украине будет отрицательный процент. Поэтому я чувствую себя достаточно хорошо. И мы считаем, что в перспективе российско-азербайджанских отношений в области торгово-экономической области развиваться. И, конечно, наш банк может произносить роль в этом процессе. Ранее мы уже затронули момент с трудностями в переводе денег. Как решается проблема между Азербайджаном и Россией? И идут ли переговоры на данный момент? Ну, я думаю, что хотелось бы, чтобы наши национальные банки, правильные банки, более активную роль здесь играли. И, прежде всего, предоставление срок линий. Я думаю, это очень важный элемент. Мы работаем для того, чтобы это было наиболее комфортно, в том числе и для граждан. И в ближайшее время мы предложим такие продукты для граждан, именно как трансграничные переводы по номеру телефона и так далее. То есть, это максимально комфортно. Я уверен, что больших проблем для граждан страны и для предприятий, для бизнеса тоже нет. И в завершение хотелось бы узнать, сейчас очень актуальна тема с цифровым рублем, как третья валюта. Будет ли ВТБ-банк открывать кошельки с цифровыми рублями? И в чем преимущество цифрового рубля в сравнении с безналичной валютой? Вы знаете, Центральный банк в конце еще прошлого года, в декабре, завершил тестирование платформы цифрового рубля и создание. Сейчас идет тестирование, и Банк ВТБ, наряду с другими, еще один банк, и мы участвуем в этом тестировании. Мы планируем, что первые, как бы, пилотные расчеты цифрового рубля начнутся уже в следующем году. И, конечно, когда система будет внедрена, мы будем использовать цифровые кошельки. Преимущество в одном будет, прежде всего, это стоимость. Комиссии с транзакцией будут значительно ниже, хотя не планируют значение процентов. Поэтому цифровый рубль – это, прежде всего, средство расчета, а не средство сбережения и накопления. Господин Костян, спасибо за то, что подключились. Желаем вам продуктивного дня. Я напомню, с Андреем Леонидовичем Косиным, главой ВТБ банка, мы обсуждали тему экономического форума в Петербурге, который проходит в этом году, и основная тема – трансформация российской экономики. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами и следите за новостями. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова